Дорогие братья, откровенно говоря, Алимы нас сегодня приятно удивили. Недосказанным здесь ничего не осталось. Не разу же говорилось о том, что со дня сотворения Адама, Алейсалам, Аллах отправлял пророков ко всем народам с призывом к исламу. Много было рассказано историй о пророках, о тех, кто им противостоял, и тех, кто следовал за ними. И таким образом ислам дошел до общины нашего пророка, саллиллаху алейсалам. Сегодня редактор Нур-Уль-Ислама рассказал нам о Коране и его удивительных знамениях. Мы часто обращаем внимание на незначительные вещи, к примеру, что на яблоке или где-то еще появилась надпись Аллах и тому подобное. Я утверждаю, что это нам не нужно. Это нужно тем, кто не верит в Аллах. Но мне, к примеру, это зачем? Я же знаю, что Аллах есть. Ведь если я существую, то начинаю мыслить о том, как я появился на свет. Именно таким образом мы должны приходить к убеждению существования Аллаха. Если говорить о ценности Корана, она заключается в чтении Корана, исследовании и прочитанном. Но есть в нем то, чего раньше мы не знали, а теперь это доказывается наукой. Задумайтесь сами. Великий ученый, всю жизнь посвятивший изучению науки, находит научную информацию в Коране, неспосланном 14 веков назад, поражается и принимает ислам, заявляя при этом, что жизнь без ислама прошла даром. Теперь подумайте, если мы являемся уммой, которая неспослан такой ценный и досточтимый Коран, как же мы должны быть благодарны за это? Вы подумайте, кто же таким образом более нас возвеличен на этой земле? Насколько я знаю, никто. К тому, что рассказали здесь Алимы, добавить нечего. Но я все же хотел бы немного сказать о Коране. Здесь был уже разговор о его толкованиях. Однажды мне принесли книгу, в которой проводился текст Корана и его перевод на аварский язык. Меня спросили, можно ли его читать. Раньше тоже задавали такие вопросы, и это ставит меня в очень затруднительное положение. Чтобы ответить, можно или нельзя, необходимо самому его прочитать, а на это у меня не бывает времени. Я спросил, откуда эта книга? Мне ответили, что это подарок. Рассмотрев ее, я обнаружил, что там не было ни ссылок на Тавсиры, ни имени автора. Почему же не указали автор? Если там ошибка, то кто несет ответственность? Все это свидетельствует, что в книге ложный, искаженный перевод. Тогда я решил проверить эту книгу и затребовал ее к себе. Мне ее нашел Курам Хаммад Хажи. Получив книгу, я тут же просмотрел ее, ведь полностью читать у меня времени тоже не бывает. В том месте, где говорится об арше, я обнаружил слова о том, что Аллах буквально стоит на арше. Я подумал, надо же, как написано, прямо стоит на арше, но так же нельзя говорить. Вот от них эти слова портят все содержание Корана. А все остальное, что касается намаза, поста и так далее, эти переводчики вынуждены писать, как есть, ведь в противном случае люди их не примут. Они искажают смысл лишь в некоторых местах. И то, что я нашел, как раз такое место. Ведь если человек убежден, что Аллах находится на арше, он тем самым выходит из ислама. Вероубеждение его искажается. Она будет, как дом без фундамента, построенный на песке. Приведу еще пример, которому я сам был свидетелем. Патал Хажи, да простит его грехи Аллах и наградит его раем, был моим учителем, и я читал у него Джалали. Его родственник Насиб работал тогда главврачом в Дубках. Сам он был черкейский. В то время тоже были переводы Корана, сделанные тайно. И вот один из них попал к этому Насибу, и тот его прочел. После этого Патал Хажи с горечью и печалью рассказал мне о своем родственнике, что Насиб сказал, мол, Коран, по его мнению, оказался примитивной, не такой уж важной книгой. Но Насиб не виновен, поскольку он не понимает. Ведь что он мог понять, кроме того, что прочитал? Он оценил лишь то, что написано в переводе. Сегодня здесь тоже говорили о подобном. Коран для мусульманина очень ценная книга. Когда его называют речью Аллаха, на сердце мусульманина это производит сильное впечатление. И вот такой ценный Коран он, можно сказать, унизил. Это что ли Коран, вопрошает он? Что же получается? Какую же пользу он получил от перевода? Вот такая опасность кроется в чтении перевода. Возможно, из них вы узнаете некоторые истории о пророках. Но в общем, очень опасно их читать. И еще добавлю пару слов о Тарикате, в дополнение того, что здесь уже говорилось. Не каждый, кто называется мюридом, является им на самом деле. Это самое главное, что вам нужно понять. Я уже старый человек на сегодняшний день. Завтра буду или нет, неизвестно. После меня, наверное, тоже будут устазы, иншаллах. Вы твердо усвоите себе. Если хотите быть мюридами, держитесь в тех рамках, которые показал вам ваш устаз. В противном случае будет лишь название мюрид. Здесь говорили о человеке, закончившем муракаба. Надо сказать, что он не единственный. Таких довольно много. Я лично знаю троих, которые обиделись на моего устаза Месиласу Мухаммада, когда тот получил разрешение на наставничество. Они посчитали, что разрешение должны были дать им. И это люди, закончившие муракаба. Двое из них уже покойные, один еще живой. Можно подумать, что устаз отобрал у них принадлежавшее им разрешение. Такие тоже люди бывают. И еще. Когда я только что вступил в тарикат, были мюриды, закончившие муракаба, которые прикидывались, будто у них есть чудодейственные способности. Кашвакарамат. Я чувствовал, что это фальш с их стороны, хотя особых знаний не имел, поскольку был начинающим. Просто когда я наблюдал за ними, я чувствовал и знал, что это фальш. Но многие, кто были рядом, не знали и очень удивлялись их способностям. Поэтому во все, что рассказывают, верить тоже нельзя. Люди разные бывают. Вы можете спросить, зачем же вообще таких людей обучать муракаба? Но как же не обучать? Ведь в этом есть скрытая мудрость Аллаха. Отчасти она мне ведома, но того, что не ведая в этом, еще больше. Имеется в виду в обучении. К примеру, если студент учится в институте, как же ему не ставить оценки и не переводить на следующий курс? Но после того, как выучился и получил диплом, если он сопьется и утратит все, чему научился, кто же в этом виноват? Такое ведь часто бывает. Мы ведь знаем пример Иблиса, который много лет поклонялся Аллаху, но в итоге впал в заблуждение. Посмотрите, Аллах ведь заранее предвидел это, но оставил Иблиса, пока тот сам не опозорился. Это для нас главный пример. У меня был один мюрид, который долго ко мне ходил и усердствовал в поминании Аллаха. Совершенный мюрид был. Я долго обучал его, пока он не прошел все уровни и закончил муракаба. Доводилось ему слышать у меня множество разговоров от разных людей. А меня часто спрашивали о лечении болезни мистическим способом. Но большинство, кто занимается этим, просто обманывают людей. И поскольку люди интересуются, есть ли у них разрешение на лечение от устаза, они нуждались в моем подтверждении. Ведь слухи быстро распространяются. И чтобы получить такое разрешение, они приходят ко мне вроде бы за тарихатом. И в ходе разговора невзначай говорят, вот я людей тоже лечу. При этом надеются получить мое одобрение. Будь ты женщина или мужчина, я отвечаю им, что не могу дать на это разрешение, ведь я сам такого разрешения не имею. Я говорю такому, ты сам знаешь, никому не запрещено помогать людям, но получается ли это у тебя? Он говорит, получается. Но если получается, делай, это твое дело. Я этого не знаю. Так вот, тот мирюйт, о котором я рассказывал, много таких разговоров слышал, а сам он живет далеко. И вот однажды некий махачкалинец приехал ко мне и говорит, что такой-то человек берется вылечить его, если я дам на то разрешение. Посмотрите, какой умный. Он же видел, сколько людей проходило ко мне с таким вопросом и понимал, что не сможет получить от меня разрешение. Поэтому отправил ко мне самого больного. Я ответил, если у него получается, пусть лечит. Что же тут еще сказать? И после этого он начал лечить людей. И некоторые приходили ко мне уже с жалобой на него, мол, истратили много денег, но так и не излечились. А тот лекарь вообще пропал. Вот уже три года, как я его не видел. И какой же его итог? Его можно сравнить с человеком, который все лето с большим трудом косил и сушил сено, а потом взял и сам сжег его. И если говорить о тарикате, то разве тарикат учил его этому? Качество обучения зависит от вас самих, а не от устаза. Устаз обучает, и мюриды на самом деле хорошо ведут себя, но поднявшись, начинают меняться и портиться. Не все, конечно, но некоторые, и за такими нельзя следовать. Но знать их тоже надо. Мюрид пусть ведет себя, как мюрид. То, что мы сегодня имеем, это большая милость. А какое воздействие на сердце оказывает слово Аллах по каждой букве Ерун, Мухаммад вам подробно объяснил. Этому же вас и обучают днем и ночью поминать Аллаха. Что же еще нужно? Все в конечном счете зависит от вас. Пусть Аллах всем поможет. Очень хороший мажлист получился. Мы довольны, и алимы тоже удивили нас сегодня. Пусть Аллах будет доволен ими. Вам тоже за каждый шаг на пути сюда. Пусть Аллах возведет дома в раю. Пусть этот мажлист смоет тысячи греховных мажлистов, и Аллах всем поможет в дальнейшем тоже посещать такие собрания. Продолжение следует...